Сегодня, 6 апреля 2022 года, стало известно о смерти советского и российского политического деятеля Владимира Жириновского. Печальную новость сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Информация о госпитализации Владимира Жириновского появилась еще в начале февраля 2022 года. Сообщалось, что политик находится в московской больнице в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. В пресс-службе партии ЛДПР информацию опровергали и говорили, что Владимир Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать. Также 25 марта 2022 года на просторах интернета появилась информация о смерти лидера ЛДПР, но позже информацию опровергли. В конечном итоге Владимир Жириновский не справился с болезнью и скончался. Владимир Вольфович Жириновский появился на свет 25 апреля 1946 года. Он был российским политиком, основателем и руководителем политической партии ЛДПР, депутатом Госдумы, юристом, доктором филологических наук и полковником в отставке. Владимир Жириновский – автор более пяти сотен книг и публикаций. Владимир Вольфович был депутатом всех семи созывов Госдумы Российской Федерации. Он работал в Нижней палате парламента с 1993 года, входил во фракцию ЛДПР и являлся ее лидером. Шесть раз политик был кандидатом в президенты России. На президентских выборах 2000 года занял пятое место из 11 кандидатов, а в 2018 году оказался на третьем месте. Владимир Жириновский владел английским, французским, немецким и турецким языками. Политику было 75 лет, пока нет информации о дате и месте прощания с Владимиром Жириновским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова